Жа наш, жа людей, потому что только мы решаем, куда нам повернуть. Как говорится, с Божьей милостью, да нашей терпеливостью. Спасибо, ребята. Елена Солонова тоже очень хотела. Спасибо, прошла их про дороги, путешествия, самолеты, перекрестки. Я очень хочу прочитать стихотворение, и прочитаю детское стихотворение, но подходит и взрослым. И надеюсь, что я добавлю сейчас позитива. Совершенно так написано, прям по бумажке. Самолет и шар воздушный, парашют великодушный, Устремленная ракета, извиняющая комета, Искрометный параплан — это лучше, чем диван. Пароходы, лодки, яхты уплывают, ух ты, ах ты! Плод, красивый, деревянный, и кораблик нашей ванны, И лихой катабаран — это лучше, чем диван. Поезда и электрички, вагонеточки-сестрички, Дизельный локомотив — он и ласков, и строксив, И трамвайчик-хулиган — это лучше, чем диван. Самосвал — врум-врум, бжик-бжик, И огромный грузовик, мотоцикл — резкий голос, И вместительный автобус, черный джик, крутой пацан — это лучше, чем диван. Лыжи, санки и коньки, и каталки-ходунки, Бегорелы и фигвери, сами ездят, не умеют, Самокат, велосипед, без моторчика-мопед, Мяч, скаталка, барабан — втрое лучше, чем диван. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Напоминаю, что это была Ирина Солонова. Огромное спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ И мы приглашаем на сцену яркую, харизматичную девушку, которая выступает у нас впервые. Поддержим, поддержим Анна Кар! Сейчас я прочту стихотворение о человеке, которого, к сожалению, судьба сильнее, чем он. Поэтому я свои бусинки кидаю, бросаю в этот флакон, который называется «Болж». Аккуратно умытый дождями и причёсанный город, словно к светлому празднику или приезду гостей. Я шагаю весёлый, довольный и чуточку гордый, не сравнимся с таким никакой из других областей. Я люблю его улицы с тонной, стыклилостью вишен, с попаданием щедрим ещё не созревших плодов. Словно в собственный сад прогуляться я истово вышел после дня напряжённых, издубленных потом трудов. Ничего, как казалось мне, не предвещало тревоги. Только вдруг баталёны, стоящие в сторонке скамьи, молодой человек, угости сигареткой и ей Богу, помоги человеку без дома, без средств, без семьи. Я взгляну на него. Пиджачишка, потёртый, грязный, усорочки засаленный, скрученный в жгут воротник, на распухшие ноги, бесчисленных рамок и язвах. И не то что смутился, скривился, скукожился. Снег. Протянул ему пачку с утра распечатанной явы и побрёл на слабеющих вдруг полуватных ногах. Вроде всё не перой, а падишь ты, попутал, лукавый. Всё, что было в душе, вылёт в трёх непечатных слогах. Я себя не виню, ни черта я ни в чём не виновен. Только слышу, как хрупкое что-то сломалось внутри. Ты мог и знать о России, что буду столь немногословен от твоих перестроек, реформ и военных доктрин. Не оши нам теперь, не умом, чтоб на длобе от узких государственных чванствах набитых мужей. И смиряется Русь, не мощной новоявленных русских, а толпой обездоленных, властью забытых бомжей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, ещё? А ещё? Ещё, может быть, что-то? Ещё хотим? Ещё? Ещё, спасибо, спасибо. Ох, такая лакомичная она, как? Ну, вы на ритисточку-тримарочку, что-то мы услышим. АПЛОДИСМЕНТЫ И приглашаем на сцену уже выступавшего в дуике Сергея Масленникова, но теперь сольно, Сергея Терёшкина! АПЛОДИСМЕНТЫ